Всем привет! Меня зовут Жанна. Мы вновь говорим о парфюмерии. И сегодня декабрь месяц, поэтому наша рубрика ТОП 3 плюс 2 аромата Фаберлик. На декабрь месяц мы заканчиваем эту рубрику. И я благодарю, что вы были вместе со мной. Я буду продолжать писать ролики про Фаберлик. Может быть, вам интересны какие-то темы. Для себя я решила, что буду рассказывать об ароматах выдающихся парфюмеров, которые делают специально для Фаберлик. Об ароматах офисных, дневных, вечерних, для свиданий, самые сексуальные ароматы. Вот напишите, чтобы вам было интересно узнать, я с удовольствием расскажу это для вас. А сегодня у нас заключительная тема ТОП 3 аромата на декабрь месяц из базовой коллекции и два из моноароматов аромании, которые я приготовила для вас на декабрь месяц. ТОП 1 нашего декабря. Парфюм-новиночка. Новиночка компании Фаберлик, который мы очень ждали. Называется парфюм Марсель. И он от известного французского парфюмера Дельфин Лебо. Вы знаете, я думаю, что это тот парфюм, о котором будут говорить. Потому что до этого парфюма Дельфин Лебо сотрудничала с нашей компанией. Все её парфюмы вызывают однозначное мнение. Они нравятся сразу и нравятся в основном всем. Это парфюмы Орхидея или Юдашкин Роуз. Вот это Юдашкин Роуз. Да, всем нравится. Орхидея. Замечательно, прекрасный парфюм. Лёгкий летний променад. И вот выходит Марсель. Само название, да, такое, что это значит. Вот для меня это как аббревиатура нескольких слов. Потому что это не город Марсель. Это не имя. Потому что имя Марсель по-французски писалось бы по-другому. Марсель. Смотрите, как тут интересно. Я сейчас вот поднесу, если вам видно, да. Марс и Эль. Эль с большой буквой Эль. По-французски она Марс. Ну, может, как планета Марс. Или же Марс – это Март по-французски. Вот тут, как вы думаете? Напишите в комментариях. Вот мне кажется, что это вот такая космическая. Она из космоса, да, девушка космоса, девушка энергии. И поэтому сам аромат, он такой драйвовый. Он необыкновенной своей дерзкостью, своей энергией. И вы знаете, он для меня первый аромат с кожей в компании Фаберлик. Он для меня такой сандалово-терпко-пряный. В сердце которого спелый-спелый абрикос и барбарис. Ну, вот такой интересный аромат. Вы знаете, кстати, он сегодня утром... Я ещё побрызгала свою кожаную куртку. Посмотреть, как он играет именно на коже. Обычно кожаные ароматы. Именно на коже красиво раскрываются. Так вот, я вам хочу сказать, что он до сих пор пахнет. Хотя сейчас уже до вечера. То есть стойкость у него хорошая. Шлейф хороший. И на коже этот аромат смягчается. И он действительно обращает на себя внимание. Поэтому этот аромат... Девчонки, тестируйте, тестируйте на своей коже тела. На одежде, на кожаных куртках. И наслаждайтесь. Я рада, что в моей коллекции появился такой аромат от Дельфин Любо. Он будет иметь массу поклонниц. И массу людей, которым мне понравится этот аромат. Тем интересные ароматы. Он вот близок к нише. Именно своей экстраординарностью. Напишите, как вам этот аромат. Брали ли вы его? Понравился ли он вам? И опять-таки, я советую тестировать не из пробничка, а именно из флакончика. И сейчас с удовольствием вам прочитаю его пирамидку. Из чего же он состоит? Верхние ноты. Красный апельсин, клюква, розовый перец. Ноты сердца – барбарис, жасмин, абрикос, цветы персика. И шлейф – сандал, амбра, бобы тонка и кожа. Вот такой аромат. Топ-1. А мы переходим к топ-2. Миссис Инкогнито. От знаменитого нишевого парфюмера Тома Фонтена. И этот парфюм фруктовый, гурманский, сладкий. Вот для меня он трио ванили, розового дерева и апельсинов, которые, вот знаете, забродившие, которые в красном вине. Вот огромный таз с вином, в нём апельсины, да, глинтвейн. Вот что-то такое чувствуется, готовится. И вот этот аромат, в сердце его немножко сливы. И вот, наверное, слива дала вот эту красоту. Ещё раз хочется брызнуть, вот это ощутить. Вы знаете, он для женщин, которые прекрасны. Можно как вечерний аромат его использовать. Можно использовать просто дома, как согревающий аромат. Если честно, я вот не могу надышаться этим ароматом. Мне он очень нравится. Я люблю апельсины, я люблю глинтвейн, я люблю ваниль. И вот это всё создаёт, ну, просто, просто очаровательную ауру. И вот номер два – это миссис инкогнито. Прочитаю вам состав этого парфюма. Верхние ноты. Грейпфрут, сладкий апельсин, груша. Ноты сердца. Пассифлора, слива, розовое дерево. Базовые ноты. Сандал, белый мускус, мадагаскарская ваниль. Вот такая красота, девчонки. И третий топ. Антуан Ли, урбан легенд. Городская легенда. Тут цветы, альдегиды. А цветы у нас жасмин, гордения, пачули. Аромат мне сразу напомнил известный люксовый парфюм от Пакарабан Леди Миллион. Ну, вот что там тоже, ребят? Я посмотрела в составе, там тоже жасмин, гордения и пачули. Вот это трио, да, которое вот эту параллель проводит. Поэтому и на фрагрантике, да, девчонки пишут о том. Я протестировала лично. Ну, скажу вам так, честно скажу, Леди Миллион, конечно, немножко многограннее. Да, там есть и мёд, и кроме пачули много всего, и амбра, и сандалы, и мускус. Леди Миллион звучит немножко богаче. Но для своей цены в 10 раз дешевле наша городская легенда Леди Миллион Мэйден Фаберлик, да, от тоже французского парфюмера. Очень-очень-очень красивый-красивый вариант. Поэтому да, советую. Да, на него будут обращать внимание. Он цветочно-фруктовый, он красивый. Шлейф у него красивый. Поэтому пользуйтесь, наслаждайтесь, а мы почитаем состав городской легенды от Фаберлик. Верхние ноты апельсин, альдегиды, сердце, жасмин, гордения, малина, шлейф, пачули, ваниль. И чтобы сразу для сравнения, Леди Миллион, давайте зачитаем верхние ноты. Лимон, малина, сердце, апельсин, жасмин, гордения и шлейф, амбра, пачули, дикий мёд. И аромат является цветочно-фруктовым. Вот такую тройку я приготовила вам из базовой коллекции нашей компании. И как всегда, наши ароматы, моноароматы, аромания, которые очень люблю, которые очень сочетаются друг с другом, которые лёгкие, которые прекрасные. В этот раз я взяла как главный аромат. Это ваниль. Вообще вот три аромата, самые такие яркие из этой коллекции. Они как раз и добавляют шлейф. Вы можете их добавлять к любой вашей парфюмерии. Это ваниль, это амбра и это мускус. Это действительно дорогие шикарные ароматы, которые изменят ароматы те, которые у вас есть. И вот ваниль. Ваниль у нас стартует, кондитерская ваниль, сладкая, как булочка. А потом идёт более в такую парфюмерную, сухую, красивую, уже стручковую ваниль. И вот знаете, первый, первый такой, первая парочка ваниль. Вот ещё аромат ванили, он у меня здесь в равных пропорциях. И мандарин. Мандарин этот без корочки. Вот представляете, мякоть мандарина. Немножко такая суховатая, немножко абстрактная. Да плюс сладкая ваниль. Очень красиво, очень нежно, очень цитрусово, что очень актуально под Новый год. Это первый вам вариант моей подборочки. И второй будет ещё интереснее. Та же самая ваниль. Вы знаете, я протестировала. Я не знаю, каким образом, но она идеально, идеально работает вместе с фиалочкой. Фиалка – цветочный аромат. Прохладный, сладковатый. Немножко отстранённый, да, такой немножко тоже абстрактный. И ванилька. Фиалки больше, да, эти ванильки достаточно одного распыления. И необыкновенно красиво. Необыкновенно красиво, я думаю, что как офисный вариант. В декабрь месяц вполне пойдёт фиалочка и ваниль. Девочки, если видео было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пользуйтесь парфюмерией с удовольствием. И пусть она добавляет счастья в вашу жизнь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok